Чьи вы дети там? Какого урки там? Я бы хотел получить профессиональное образование. Я как бы одиночка, по знаку зодиака я скорпион. А говорят, что скорпионы они все заядлые холостяки. Я люблю играть в компьютер. Если бы, скажем так, не работа, был бы каким-нибудь игроманом. Сегодня в кадре Алексей Плохонин, режиссер и руководитель театра-студии Демиурги городского Дома культуры. Коллектив недавно отметил свое семилетие. Алексей Сергеевич родился в Благовещенске в семье военного, но еще в детстве полюбил сцену. Начинал свой путь актера и режиссера в молодежном театре имени Васильевых, а спустя 8 лет ознавал свой коллектив, ориентированный на современную драматургию. Алексей Плохонин – талантливый и неординарный человек, в чем мы убедились на интервью. В свое время я брал пластинки Евгения Петросяна, переписывал с них монологи его, и потом их на каком-нибудь школьном вечере рассказывал от своего имени. Это был мой первый опыт театра. Я играл либо в 18 лет, либо в стариков, которым за 60, либо, говорю, Иванушков-дурочков всяких вот таких вот. Мама сказала так, сначала получи профессию, которая тебя прокормит, кто бы делал, что хочешь. Я финансист-юрист по первому образованию. У меня было среднеспециальное образование, я собирался его повышать. Я попал на социологию в ВАМГУ. Я там отучился 5 лет. Потом я еще 6 лет преподавал в ВАМГУ социологию. При этом параллельно работал преподавателем этики общения в заслуженном уже теперь хореографическом ансамбле «Мы» 9 лет. А потом вот в 2008 году, после того, как я поставил социологию спектакль, мне предложили работу здесь. У меня нет профессионального образования, я самоучка. То есть я занимаюсь самообучением, но вот в этом году мы собираемся поступать коллегами в Щукинское училище. Вот, не знаю, получится или не получится, потому что, ну, сейчас появилась возможность иметь второе высшее образование в сфере культуры бесплатно. И мы как бы загорелись этим. Вот мы хотим попробовать в этом году поступить в Щукинское театральное училище. И вот это на самом деле мой большой комплекс. Вот, это мечта. Если сказать в словом мечте, я бы хотел получить профессиональное образование. Чтобы если кто, никто не мог мне сказать, а, да кто ты вообще такой мальчик, ты тут ничего не понимаешь в профессии, ты как бы не учился. Первый наш спектакль в Демюрге. Ну, а почему бы не назвать Демюрге? Тем более, в принципе, это очень говорящее название, да? То есть Демюрг – это творец, создатель в переводе с греческого, да? И в принципе, как мы всегда говорим в начале каждого нашего спектакля, актер – это творец миров, который существует здесь и сейчас, и только для зрителя. Вот, поэтому Демюрге. Хотя как только не коверкают у нас это название. Ой, моя любимая – это дети-урки. Говорят, это чьи, кто у вас там, чьи вы дети там, какого у урки? За эти семь лет мы получили звание народного коллектива. В этом году мы его подтверждаем. Наверное, это самое большое достижение для любого коллектива. То есть, как я всегда говорю, звание народный – это признание некоторого уровня. Выше народного у нас только заслуженный коллектив, да? Насколько я знаю, у нас в городе только два таких коллектива заслуженных. У нас было шесть премьер, это очень хороший показатель. Кроме того, у нас очень хорошее сотрудничество с Самурским колледжем искусств и культуры, потому что их ребята и девчата приходят к нам на практику, и они тоже ставят небольшие спектакли. Я люблю настольные игры. У меня их очень много. Мы часто с друзьями собираемся, играем в настолки. Я люблю играть в компьютер. Если бы, скажем так, не работа, был бы каким-нибудь игроманом. Сидел бы и только бы играл. Но играю в меру, потому что как бы есть на это время. Вот. Люблю животных. У меня... Да господь с вами, какие танчики, это не мое. Нет, посерьезничаю, хардкор. Всякие разные. Вот. Животных люблю. У меня три кота. Ну, кот и две кошки. Читать люблю. Как бы одиночка. По знаку зодиака я скорпион. А говорят, что скорпионы, они все заядлые. Холостяки, одиночки. Я понимаю, что, в принципе, наверное, оно так и есть. Потому что, ну, во-первых, когда ты долго живешь, один это как бы накладывает на тебя свой отпечаток. Ты к этому привыкаешь. И потом, когда в твоей жизни появляется какой-то другой человек, и ты из-за него должен чего-то там, какой-то свой распорядок жизни ломать, ты думаешь, почему я, собственно, должен это делать. И очень трудно как бы вступать в отношения, когда ты один живешь. Вот. Ну, и опять же, характер не подарок. Я как бы по характеру не герой-любовник. То есть, я вот скорее какой-то чудак. Чудак, да, характерный персонаж, философ, мандяк, пожалуйста, тоже там. Злодей. Я бы хотел бы сняться в каком-нибудь сериале и стать, когда проснуться утром знаменитым.